Друзья, всем привет! Я продолжаю цикл видео, где отвечаю на ваши вопросы. Один из вопросов, заданных мне в комментариях, то ли на ютюбе, то ли вконтакте, звучал так, импровизация аккордами. Может быть, я не совсем понял молодого человека, который задавал этот вопрос, он не расшифровал, что такое импровизация аккордами в его понимании, но у меня возникла идея, как я это чувствую и вижу. Допустим, сейчас я вам поиграю, и для меня импровизация аккордами это вот так, на одном аккорде. Что я сейчас делал? По сути, я взял ля минор и разными способами, разными аккордами играл все в ля миноре, все на одном аккорде. Теперь поподробнее. Начнем с ля минорных трезвучий. То есть трезвучие ля минор выглядит в трех позициях так. Сейчас на экране появится и картинка, чтобы вам было легче. Что такое трезвучие? Минорное трезвучие это всего три ноты. В данном аккорде минор это ля минор, это ля минор. Я буду играть все через открытую пятую струну, чтобы вы слышали тонику. И теперь мы усложняем. Добавляем еще одну ноту, еще одну терцию сверху или септиму от тоники. И получится ля минор септ аккорд. Появилась нота соль у нас. Вот она здесь на второй струне. В этой форме. Здесь она тоже. Здесь она на третий. И здесь на первой. И я к чему, что знание вот этих аккордов в ля миноре от самых простых, от трезвучий до и так далее. Сейчас дальше покажу. Они позволят вам в тональности, в аккорде ля минор передвигаться по грифу, играть какие-то мелодические фактуры. Мотивы, еще что-то. То есть, допустим, вот если вы взяли ля минор 7 в этой позиции. То у вас вот свободными пальцами вы можете... Видите, я указательный палец взглянул с ноты до на си. Красиво, да? То есть, просто лучше, конечно, где-то на слух это можете делать. Лучше, если, конечно, вы видите ля минорную гамму по грифу. Тогда вы можете строить какие-то свои аккорды. Добавлять любые ноты к этим формам и экспериментировать. И получится какое-то новое звучание, можно сказать, импровизация аккордами, так сказать. Но при этом, для начала, конечно, нужно все аккорды хорошо знать и видеть. То есть, я вам сейчас показал трезвучие, ля минорный и ля минорный септоаккорд. Теперь, если мы пойдем дальше, это будет, допустим, ля минор 11. Ля минор 11, это значит 11 ступень гаммы. На данном случае это нота ре. Можете сказать, что нота ре это же 4 ступень гаммы. Да, но настройки считаются выше октавы. Поэтому она и четвертая, но на самом деле она 11, потому что настройки считаются выше октавы. Вот ля минор 11. И еще в этой аппликатуре это будет ля минор 2, да? Ну, таблатура сейчас будет на экране. Вот ля минор 11, ля минор 2, и вот. Видите, уже просто сыграл 3 обращения этого аккорда. Уже очень красиво. А сейчас я просто сделал проходку, добавлял ноты из гаммы, как бы для связки мелодической линии, да? Ля минор 11, ми, до. Еще и ля минор 11. То есть вниз двигался такими терциями, да? Вот уже музыка какая-то. Так, дальше ля минор 9. С ноты си, да? Популярный аккорд. Он здесь только в двух местах, потому что нота си наверху, вот, да, вот в этом месте и на второй стороне. Потом можно смещать ля минор 9, ля минор 11. То есть, допустим, здесь будет так, это. Правда, не всегда нужна ступень будет наверху. То есть, вот нота до, терция, соль, септима, си, девятая ступень и ре одиннадцатая. И еще вот здесь, допустим. Ми квинта, си девятая ступень, ре одиннадцатая и тоника ля наверху. Далее. Есть такой термин кварт-аккорды. Кварт-аккорды, соответственно, аккорды построены по квартам. Как их лучше строить? То есть, наверху должна быть нота из гаммы. То есть, допустим, нота ля, а снизу я вниз иду просто квартами. Ля ми ми си си фа диез. Но фа диез, правда, нет ля ми ми на гамме. Только в дарийском ля ми ми ми. Херстически вы можете от любой ноты гаммы, да, вот. Ну, просто уже на носу, допустим, от си наверху. Здесь совсем будут ноты такие некрасивые. Внизу кварт, если будет до диез, соль диез. Поэтому, допустим, я для себя в ля ми 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 это выбрал вот от от и я наверху. Кварт-аккорд от ноты до. От ноты рэ, от ноты соль. Можно, конечно, так брать, но лучше не так. Да, это кварт-аккорд от ноты. Симметричная конструкция, как вы видите. Просто ее двигаете по грешу. В общем, может даже любую ноту, с любой ноты его брать. Но, по мой вкусу, лучше звучит. С ля, с дон, с ре и с ой. По первой струне. То есть от первой струны, так как мы строим кварты вниз. И еще такая идея, как я назвал ее аппликатурной формы. То есть вы придумываете, допустим, какую-то форму, двигаете ее в ладу по грифу. Что я имею в виду? То есть, допустим, здесь у нас кварта, потом секунда и секста, да? То есть такая аппликатурная форма, когда у нас с ротой и третьей струны надоем кварту, между третьей и второй секунда, доре и рэ, си, секста. И вот эту форму вы двигаете тоже просто по нотам гаммы наверх. Секс-то будет то малая, то большая. А кварта и секунда, в общем-то, всегда одинаковые. Тоже появляется фа диез. Ну, для минора нормальный, для этого фа бекар. Фа диез тоже нормальный. Надо, чтобы не появлялся, допустим, мажорный там, до диез, да? Поэтому тоже какие-то вот я пропускаю. Вот здесь вот красиво звучит. И такие, понимаете, то есть я сейчас мыслю уже не нотами, а аппликатурами. Просто симметрично двигаю аппликатуры, и получается очень интересное созвучие. Вот эти секунды особенно дают этот характер такой узнаваемый. Здесь получается, видите, ноты такие. Ля, Ре, Соль, Ля, Фа, Рес. То есть ничего, по сути, я не сыграл. Просто взял некую модель, то есть кварта, секунда и секста, и двигаю в ладу. Такую модель вы можете сами придумать, допустим, там, не знаю, то есть интервалы перебрать, ну, и построить сами какую-нибудь модель аппликатурную, и двигать ее. Единственное, что здесь уже надо будет зависеть от того, насколько удобно ее будет брать. Это аппликатурная модель, мне очень нравится. Я не помню, откуда ее подсмотрел. Конечно, я вряд ли ее сам сочинил. Вот. И вот эти, то есть получается мы в ля миноре разобрали построение аккордов, трезвучи, септ-аккорды, с девят, с одиннадцать ступенью, кварт-аккорды, и вот такие аппликатурные формы. И вот это все, если вы будете применять, это, допустим, только в миноре мы посмотрели, то у вас очень расширяются возможности для обыгрывания по грифу ля минора, да, и вот, то есть очень полезно, конечно. То есть я еще немножко поиграю. Субтитры подогнал «Симон» Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие следующие вопросы хотели бы обсудить. Самые понравившиеся мне вопросы, на которые мне будет есть что ответить и сказать, я буду продолжать такие снимать видео. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!